Когда вы, почему вообще вы начали заниматься изготовлением ножей? Как вы к этому пришли? Я видел современные ножи и они мне не очень понравились, как выглядят. Вообще-то в старину якутские ножи были вообще другой конструкции. Настроение вообще другое, они тоньше были, прямые спуски были, кованого дола, который сейчас делают, их вообще не было. Я в прошлом году ездил с нашелогами, с учеными, да? На раскопках. Мы по дороге, по музеям ходили. Здесь я царьцовывал ножи, промеры брал, в раскопках попали всякие могилы. Там ножи, которые раньше были, средневековые, 13 век, 12, 14, 15, 19 век, они по строению все практически одинаковые были. Вот этот первый, это у нас какой век? Вот этот первый, это современный совсем, который сейчас делают, 21 век. А вот это и вот это, 20 век, начало. Вот ширина уже лезвия, она различается? Да, вот первый. Они более узкие. А в чем разница у них там, какое-то разное предназначение этих ножей за толщину лезвия? Функциональные, они одинаковые. А вот этот более ранний. Это какой примерно век? Ну, может быть, от начала 19-го до средневековья. Они практически все вот такие были, одинаковые. Они, как видите, прямые спуски совсем. Если нейку здесь положить, да, она будет прямая. Угу. Здесь тоже прямая, здесь тоже прямая. Угу. И тут у них здесь вот тонкий подвод идет. Один, да? Здесь тоже тонкий подвод, здесь тоже тонкий. Вот мы же сейчас делаем так. Короче, в начале, вот 20-го века, вот там начали делать всякие вот такие... Зазубренные? Зазубренные. Вот насыщики, да? Угу. И вот такие линии тонкие. Ну, это кровоток или что это? Не-не-не. Это просто, как бы, для красоты, по-моему. Ага. Это старинные люди. Ну, может быть. А якуты как изначально делали? Старинные? Как же делали? Зазубренными? Ну, короче... Потому что это уже не видно. Ну, короче... Точно это неизвестно, когда... Знаете ли? Ну, может быть, в ножах с 19-го века, я предполагаю, или, может быть, раньше. Вот таких вот кованых долов совсем вообще никогда не было. А это что за выемка такая? Ну, кованых долов как бы. Вот... 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 Как бы... Прямой должен быть, да? Нет. Вот... Как бы... Ниндзя. Отвогнутая ниндзя, да? Угу. Отвогнутый спуск. Чуть-чуть. Только видно. Если видно... Чуть-чуть... Только видно. Вот если... Вот... Если переложить линейку, да? Вот... Должно быть видно, да? Вот. Вот. Угу. Видно. Видно, да? Ага. Да, видно. Ну, это сейчас, как говорят, широкий дол. На самом деле... Вот это... Внутри, получается, там вогнутый, да, немножко? Ну, вогнутый спуск. Ага. Всё понятно. Спуск. Вот спуск. Короче, вогнутый один, да? И вот прямой спуск. Всё понятно. Прямой спуск идёт. Ну, как здесь тоже. Тут прямой спуск. Вот. Нет, ну здесь тоже... А, чуть-чуть там. Здесь чуть-чуть. Ну, вот этот... Вот... На... На... Электрическом точении сделано, по-моему. И чуть осталось. А вот здесь вообще прямой. В смысле сделать? Совсем прямой, да? Угу. И вот... Ну, вогнутый здесь. И не до. Тут проживело всё. Всё понятно. А вот этот... Вот... Сейчас там делает, с одной стороны, ниндзу такую. А с другой стороны, такой... Ну, здесь очень, да. Очень... Очень... Ну, глубокий. Да. Как бы. А для чего его делают? Всё холодно. Я не знаю. Как бы... Наверное... Чтобы... Примитивно всё это выглядело. Чтобы... Как бы... Ну, дикие люди как бы сделали. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Нет. Ну, изначально должно быть какое-то предназначение. Например, когда там, свежевое потушить. Чтобы кровь там сразу стекала по... Лезвию ножа? Не-не-не-не. Вот, которые сейчас... Вот делают. Они, которые там делают для... Для... Для вида, чтобы... Как бы, перимитивные... Правда. Это люди делали. Как бы... То есть закос под старину получается? Да. примитивизм как бы сделали, специально что бы. Вот этот наш рабочий хопокон. Он похож на бобью, но он поменьше. У него лезо такое. Тоже, кстати, это очень похож на якутский нож. И с одной стороны перемой, а с другой... Ну, как здесь, как на... Вот здесь есть подвод, но с другой стороны, чем здесь. Наоборот. Но таким большим ножом же можно что угодно, мне кажется, разводить. Да, он, там, нарубить продукты, там, дерево. Дерево, да, наоборот. Это прям здоровое. Он, ну, тяжелый нож как бы считается. Вот, допустим, есть вот ножны, да? Я покажу, как они сделаны. Вот цельные. И вот здесь как бы это распылись. Ага. Вот так вот сделайте. Вот, допустим, вот. У нас, я вижу. Вот растет. Тут у нас потряснутая. И здесь вот есть. Ага. Вот все. И вот старинный нож. Немножко вот спортили. Это тоже, да, дерево? Нет, это... Вот это вот. Нет, кожа. А, это кожа? Ага. Хост. И вот раньше что-то вот такие были. Это латунь? Да, вот латунь. И вот здесь распил идет по низу. Ага. Вот здесь распил. И вот здесь тоже видно, что она распилена по низу. И, короче... Ну, сжатая просто. Вот латуня. То есть, получается, вот эта вот заготовка, вот эта вот заготовка... Да, да, да. Вы так внутри... Вращаемся. Тут она отраспиливается и крутится. Все понятно. Лишнее. А тут заготовка, это получается на один нож или... Да, на один нож. На рукоятку и на чехол? Да, да. Ножны. Ножны? Да. Вот сейчас здесь у нас что происходит? Вот здесь вот. Вот идет... Я положу такую заготовку. И круток. Угусим. И стальной круток. Переложу. И ждем, когда она прогреется. Какое это время примерно занимается? Ну, зависит от сочения, прыжка. Прямо час ждать. Десять минут. Ну да. Рано ищу. Все, на процесс пошел. Достаю. Сначала в кофте. Ага. В кофте. Постоянщика. Все. Ну да. Сначала. 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 В течение зато. Сейчас мы что будем делать с этим лезвием? Сейчас протищу и возьму. Дол, вот такой долг, начали делать 19 века только. А для чего он нужен? Он для красоты только. Просто для красоты? Да. Да. А раньше ножи были вот такие, они были вообще без долг, прямые спуски и все. Дед мой был кознесом, я, к сожалению, его не достал, он умер раньше, поэтому пришлось учиться самостоятельно. Видимо, гены дали себе знать? Да, видимо, гены дали себе знать. В общем, вот так вот выглядит заготовка. Сейчас дожди на прогрев. Наверное, прогрелось. Вот. Это вот та заготовка, которую мы только что очистили. Да. Отпустим. Мы == Афина. Имя compositions означает. Так где. То Brarica. Танец лечки в Museo. Как видите. Я уже войс. Он не внесет. Йо ощущается. Он не единственный. Тут никым не нужноeden. Зонная закалка. Какая? Зонная закалка. Что это значит? Рубок сырой, а трещущая, как коронка закалена. Сколько у вас в среднем стоит нож? Допустим, самый простой нож без всяких долов, он стоит 6-5 тысяч примерно. Ну, это стандартный, который мы на кухне все пользуемся. Рабочий нож, да. А вот, допустим, вот такой нож, да? Он стоит 13-14 тысяч. А вместе с ножнами со всем он в комплект? Да, да. Изготовление занимает неделю, да, говорите? Ну, вот это называется клуб, ну, кресало, атак, да? И он добывалит огонь. Вот этот, вот чакуртас, да? Вот ремень по-русски. О, нафига я вижу. И вот эта же конструкция. Это же якутская зажигалка древняя. Вот такая была, наверное. Так, здесь цельная была, да? Тут можно, кстати, вносить деньги. Я говорю, это вообще супер зажигалка, потому это же кошелек-зажигалка. Ну, карточки можно положить, да. Это вы тоже такое делаете? Ага.